Всем привет! Я нахожусь на проспекте Ленинградского, и именно вот с этой улицы, и сегодня с Парамыской. С Парамыской начнется ремонт Ленинградского проспекта. Проспект увеличится до четырех полос, сейчас на три полосы и тротуары по бокам. Впоследствии он будет шириной до 19 метров, пешеходные переходы также останутся. Поверх. Подземные и наземные никто не будет делать, это, в принципе, очень правильно. Вот, они сводят сейчас тополя, березки, все вырубают, и на месте, где я сейчас иду, будет, наверное, нормальный тротуар, а не то, что было раньше. Раньше была здесь одна земля, песок, и в такую погоду можно было, в принципе, нормально ходить. Весной и осенью здесь все подтапливает, и ходить очень проблематично. Цена контракта была первоначально в 324 миллиона рублей, точная цифра, и впоследствии ее выиграл Севзабдорстрой с ценой 282 миллиона. То есть бюджет Ахангельской области сэкономил почти 43 миллиона рублей. Из этих денег около 100 миллионов финансирует бюджет Ахангельска, и около 140 финансирует бюджет Ахангельской области. По программе развития Ахангельска, как города Моинска стало. Вот сейчас вот все затоплено, потому что весна, как и всегда, обычное дело для города, который расположен на Балуи. Будут тротуары по обоим сторонам. Как и сейчас, с той стороны есть тротуар, с этой стороны тоже есть тротуар. Он достаточно, в принципе, широкий, но он сделан просто ужасно. Если ехать на велосипеде по нему, то там одни спрошенные волны. То есть едешь как по кочкам, что очень неприятно. Если, конечно, идти, то никаких проблем нет. Ну, также я покажу в дальнейшем, как он сделан. Ужасно был. И многие скажут, что надо было сразу же делать две полосы. Конечно, надо было. Но, наверное, в те времена, когда убрали трамвай, денег хватило только на вот такую вот конструкцию три полосы. Вот сейчас слева от меня находится остановка. Я, скорее всего, снесу, потому что она будет мешать реконструкции. И большинство деревьев, количество четыреста штук, их уберут. Вот это вот сейчас я нахожусь на очень интересном месте. Здесь у нас идет водопровод к социальным домам. Он идет на Котласскую. Иногда, а не, на Карпогорске, получается, улицу. И снабжает новое строительство в блоке «Майская горка». То есть вот сейчас вот и в прошлом году они это все ремонтировали, делали, восстановили. Очень ужасно. Почему-то к ним претензии никто не предъявил. Как они там посадили, как разровняли. Вот и останется делами на их совесть. Кополя уже слева от нас спилены. Скоро будут выкручиваны. И убраны полностью. Длина вот этого большого участка от улицы Первомайской до Смольного Буяна 1642 метра. Точная цифровая крайня, конечно. Будет там четыре полосы, как я уже повторяюсь, тротуары. Газон даже. Но то, что газон сделали на Ваучейске, он ужасен. Потому что они или выбрали плохой, некачественный газон, или выбрали просто какой-то ужас. Потому что на данный момент по тому газону вообще никакие функции не поняли. Там сейчас сплошная губая земля. Что, конечно, не очень хорошо. И оно все рассыпается, ветривается. Наверное, уже субгарантией кончился. И, конечно, его никто восстанавливать не будет. Сейчас мы все еще идем по Ленинградскому. По Ленинградскому нам достаточно долго идти, потому что коспект большой. Но и реконструированный участок достаточно тоже большой. Не знаю, как я вот сейчас вот выйду лужу. Но я постараюсь. Вот деревья уже субили. Лужа, естественно, осталась. Потому что она здесь всегда была. Ну, пока не была, конечно, трава. Может быть, она еще тогда и не была. Но сейчас она уже лет 5, наверное, точно есть. Так же встретили водопровода. Они очень убили это место. Стало невозможно ходить. Поэтому все входят вдоль тротуара. Ну, по тротуару и чувствуют запах машин. И сискаем улицу. Как называется улица? Так, тебя? Да, улица Октябрят. Идем дальше. Здесь у нас была очень отличная аллея. Хорошая. Но в том году водопроводчики убили ее полностью. Идти по ней теперь невозможно. Еще с прошлого года. Потому что она вся затоплена. Они также посадили деревья, компенсируя вред. Но это, мягко говоря, не сыграло никакой роли. Потому что у нас в Ахангиске садятся деревья настолько мелкие, что никакого смысла они не имеют. Идем, идем. И перед нами открывается ружья. Но раньше эта ружья была достаточно небольшая. Сейчас это большущий ужас, который, не знаю, исправят, если они сделают хорошую ливневку. Сейчас все обходят справа у домов. В принципе, никогда не мешало ее это делать. Но раньше нужно было идти по аллее. Выкорченные пни, конечно, никакой радости не приносят. Мне там не пройти. А если бы даже пошел в сапогах, то меня бы засосало. Но мы вернулись на поспекту Альгарска. То есть, мы никуда и не уходили. Потому что вот лужа, которая справа, не дает возможности вообще никак по ней идти. Может, здесь, конечно, сделать какой-нибудь опыт, какой-нибудь парк водных аттракционов. Можно, конечно, не делать. Обратите внимание, этот план достаточно широкий. И даже хватило бы на одну линию, ну, на одну автомобильную полосу. Именно поэтому адреская тракция составляет 240 миллионов. А не так много, как, допустим, на проспекте Бурчевского, то и на Бурчевского, где там почти 2 миллиарда. Потому что там улицу переделали полностью в сапоге. Вот. Сейчас я прохожу в это место. Вот так мы делали у нас тротуар. Раньше. Вот слева, видите, здесь ужасный-ужасный тротуар, который мешал нормально ходить, ездить на велосипеде. Сейчас его... Сейчас, конечно, все перенесут, сделают нормально. Надеюсь. Причем, непонятно, что будет в зеленой полосе между дорогой и тротуаром. Ну, понятно, что газон, сами-то они деревья там. То есть, что будет на этом месте, что сейчас идем справа. тоже идем. Потому что схема, которая есть, она какая-то странноватая. Не очень хорошая. В принципе, если лучше, то я покажу ее на картинке, вставлю в видео, и вы можете посмотреть, что будет, если кто-то разбирается. Вот такой вот небольшой обход сделали для жителей ближайших домов, чтобы они смогли прийти на остановку. Вот так вот у нас выглядит аллейка, которая порубилась с одной стороны. Они уже сейчас перекрыли часть. выкручевывают все, что есть, выбирают. Вот так вот все выглядит. наверное, скоро здесь все поменяется. Обещают, по идее, контракт их на два года заключен. За два года они это все должны сделать, исправить. но подрядчики говорят, что скорее всего они справятся даже за год. Возможно, возможно, это будет намного быстрее, чем могло показаться. Некоторые, кстати, люди говорят, что можно сделать на шесть полос. Ну, получается, только, наверное, частично. Здесь, в принципе, тротуар есть, но он вдоль домов это совсем другое. чуть-чуть с другой стороны сейчас сносят остановку, капывают деревья, убирают все, что можно. На ваших глазах вспыхают березу. Сейчас береза подъездим, чертят и попадет. Ну, куда идиот. Здесь уже тогда придумали, что при повороте Селинской направо будет полоса для сопряжения. Ну, с дорогой. То есть никаким уменьшения полос. Вот. То есть уже тогда люди знали, что будет, что надо делать, но, в принципе, так и не сделали. Взгляд на себя вот этой вот трансформаторной подстанции, которая запитывала храмвай, идущая по Ленинградскому проспекту, снесут ее или нет, это совсем непонятно. Естественно, также бомжей, который жил подстой от пункта это фанты и поменьше. Потому что скорее всего их уберут и теннику берут, а уберут от салата под завтра, может ничего не будет, в принципе места здесь для расширения достаточно хватает на ту сторону, но не имеет смысла приходить, потому что там изменений, в принципе, почти никаких не будет, будет только незначительное расширение, вообще не расширение, а даже просто строю тротуар, сделаю газон, это конечно странновато, но вот так вот будет, только что прошли улицу Смольный Булянт, здесь все еще три полосы, дальше идет по Ленинградскому проспекту, впоследствии после реконструкции будет четыре, что конечно радостно автонглистов, и непонятно, что будет для пешеходов, потому что вот те березки, они вообще красные, или постойте, или здесь не будет расширения, подойдут полосы, еще одна полоса, это Комсомольская или до Смольного Буянат? Ладно, я-то не починил, тротуар уже весь убит, те ремневые канализации, которые здесь, она сделана ужасно, конечно, здесь, да, хватит полосы на целый, хватит места на целый полос, но пешеходам на данный момент тогда ходить пока негде, это не очень хорошо, как они это реализуют, на время работы перекрывать будут, ну, максимум, на полос, то есть, в принципе, ничего особо не должно измениться, ну, только по утрам, может, какие-то неудобства для автонглистов или обычных пробок, которые здесь были и, скорее всего, будут, потому что расширять дороги постоянно невозможно, это глупость лесосветная, и кто-то его пропагандирует, настоящий дурак, потому что расширив сначала одну дорогу, в последствии будет машин еще больше, потом вы еще расширяете дорогу, потом еще будет больше машин, расширяться бесконечно нельзя, надо сносить и города, но кому это нужно. Если и дальше будут, если и дальше будут расширять проспект, ну, точнее, до коммунальной, там, 1640 метров, я вроде померил, на карте, это как раз получается до коммунального проспекта, то этот дом будет топиться намного сильнее, потому что сейчас его топят постоянно каждую весну, они все рутом, их чуть ли не на ротках управляют, и участники помогают, то дальше им будет еще хуже, потому что дорога может еще чуть-чуть поднимется, и высота будет еще больше. Кстати, обратите внимание, старые столбы, они еще с трамваев сохранились. Да, кстати, по освещению, здесь будет светодиодное освещение, с кучей, с кучей столбов, которые будут светить как, наверное, и на тротуар, так и на дорогу, и будет светло как днем, скорее всего. Мы, конечно, не знаем, потому что светодиодное освещение намного лучше, чем обычное галогеновое или другое с амплами накаливания. Вот так вот будет. О, кстати, обратите внимание, это старые тротуары, которые сгнили еще лет пять назад, по нему уже ходить невозможно, все доски убиты, все разбиты. Многие автомобилисты, когда управляли, типа, ну зачем сделали такой большой тротуар широкий, на котором можно на машине ездить. Они всегда приводили в момент тротуара. У меня был пост, в котором я показывал, что это за тротуар. Я, в принципе, его могу по ссылке в описании, я его по ссылке в описании оставлю, и вы увидите, как он выглядит весной. Выглядел весной четыре года назад. Вот сейчас тут, естественно, еще намного хуже, хуже грозы, и возможности по нему пройти никакой нет. А зимой еще ходить можно. Вот, в итоге мы дошли до улицы Коммунальная, в окончании этого места, места реконструкции. Дальше у нас идет расширение дороги до четырех полос. То есть, ну, дальше ничего меняться не будет. У каждой, кстати, полосы сворота направо-налево будет уширение для поворачивающих. То есть здесь будет... Не надо будет ждать тех, кто поворачивает направо. Не будет, соответственно, в этом месте пробок. И, возможно, это разбудит успех. Напоминаю, что рейт реконструкция занимает 242 миллиона. Ну, точная цена контракта. И она завершится через два года. Контракты были все в забыл свой. Они также сделали его участку и проезд Сибиряковск. Все спасибо и всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...